Сочинцев, не оплачивающих коммунальные услуги, несколько тысяч. По исполнительным листам с неплательщиков взыскивают миллионы рублей. Платить за вывоз мусора горожане обязаны так же, как и за свет или воду, но судя по количеству адресов в списке приставов, так считают не все. В итоге дело доходит до суда. Долги взыскиваются принудительно. Если есть имущество, арестовываем, движимое, недвижимое, в дальнейшем оно будет реализовано и денежные средства, вырученные от реализации, будут перечислены взыскателю. То есть можно арестовать практически все, что принадлежит должнику. Ну, самое частое распространенное – это автомобиль, конечно же, если у должника он есть. Если нет, ну, какие-то бытовые вещи, это телевизоры, там, какие-то дорогостоящие украшения или еще что-то. Арест должен быть, ну, так скажем, соразмерен долгу. Активную работу по взысканию долга с абонентов САХ по уборке города вместе с судебными приставами начал еще летом. Теперь рейды проходят еженедельно. Нами инициируется работа по подаче заявлений в суды, суды выносят решения, соответственно, неисполнение решений влечет за собой предъявление этих решений в службу судебных приставов, неоплата за оказанные услуги влечет за собой, соответственно, сложности в работе организаций. Соответственно, ну, чтобы наш город был чище, призываем всех своевременно оплачивать за услуги, оказанные нашей организацией, и не допускать задолженности. Вывоз мусора в Сочи – дело затратное. На курорте нет свалок, работает система ноль отходов. Ее пользуются и неплательщики, так как ежедневно выносят мусор к контейнерам. Ну, а теперь должников поймают даже на трассе. На наличие долга за коммуналку приставы проверят и водителей. Продолжение следует...